Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну и с надеждой, что мы не растеряем и не раскидаем всё это. Вот где-то так хотелось бы с этим поделиться. Хорошо, давай для начала я включу эмблемочку вашу, чтобы ты рассказал, что на ней изображено. Вот похожий на Георгия Победоносца персонаж, протыкающий чёрного змея, летучего дракона. Вот немножечко об этой эмблеме расскажи, пожалуйста. Ну, эмблема, и все наверняка, особенно люди, которые знакомы с историей, она, в общем-то, вообще не церковная, если так можно честно сказать. Она тянет свою историю ещё с дальних-дальних времён, когда ещё у наших предков была война с аримами или чинайцами, как их в те времена называли. И 7526-е лето мы сейчас как раз и переживаем со дня Победы. В этой, ой, судьбоносной для нашего народа войне, которая отстояла своего права быть самим собой и строить свою жизнь по своим канонам. Вот этот Георгий Победоносец, который убивает этого дракона, который как раз и является символом чинайца. То есть это осуществление Победы. И мы намеренно сделали эту эмблему как бы на папирусе, на старом таком свитке, как бы символизирует то, что это имеет огромную древнюю историю, которую надо уважать, которую надо ценить. Ну а дальше идут, собственно, слова основы державы — народная власть. Почему? Потому что если народ вовлечён в дела державы, которые он разделяет, которые он свято верит, которые для него являются особым и, я бы сказал, высоким смыслом, то нет такого препятствия, который бы он не преодолел. И вот объединение народа именно в этом контексте, вокруг достойных человека целей, справедливых прежде всего, для его истории, памяти предков, для сущностных черт русского народа, то он очень хорошо в этом участвует, объединяется и горы сворачивает. А люди, которые, начиная с мелких территорий, то, что можно назвать общинами, которые объединяются в земство, потом земство объединяется в державу, и они как раз формируют то пространство, которое живёт по этим принципам, по этим законам. Ну и на этом плакате есть как бы солнечная печать такая, в центре которой расположено древо рода. Ну и как бы надпись такая концепция общественного народа власти. Почему? Потому что мы стараемся именно таким образом сегодня это озвучивать, позиционировать, пока народ не проснётся, пока народ не начнёт осуществлять своё право на то, чтобы быть человеком, пока мы не договариваемся о чём-то главном, мы никогда не станем народом. И пришло время и просыпаться, объединяться и заявлять своё право на достойную жизнь. Вот эти, как бы, суть этих моментов, они на наш взгляд как раз в этом плакате и отражены. Замечательно. Единственное, что, наверное, здесь даже не слово «правда», это образ жизни, естественный для нас, всех, кто живёт на территории Руси. Вот для всех русов, славян, славяна-ариев, это естественный образ жизни, даже не право. Это даже, ну как там говорят, вот вы должны это осознать. Да, мы должны это осознать, но это не право наше, это естественный образ жизни. Вот когда всё встанет на свои места в голове, вы тогда будете просто так жить, а не требовать от кого-то, «Дайте наши права», «Дайте нам это», «Дайте нам это». Вы просто будете так жить. Лёша, совершенно, стопроцентно с тобой согласен. Но есть момент того, что беспамятство, которому мы позволили за это историческое время, произойти. Потому что мы многое забыли, мы даже забыли, что мы забыли, понимаешь? И вот это, к сожалению, приходится вспоминать. И сегодня то, что оформлено как законодательное право, даже в нём эти права человека с большой буквы, они все прописаны. И выходит, что нам надо вспоминать, брать в руки своё право и возвращаться к той самой естественности, о которой ты говоришь. Помню, что что-то забыл, а вот что забыл, не помню. Ну что ж, хорошо, давай-то уже приступим к разбору темы. С чего начнём? Ты мне прислал пять слайдов, которые мы можем сегодня рассматривать. Хорошо. Лёша, давай пока слайды чуть-чуть. Я постараюсь немножко вначале описать положение того, что происходит сегодня. И, допустим, у нас и вообще в той же самой России, и в контексте, в мировой так называемой экономике. Ещё раз подчёркиваю, основная задача экономики, как мы, русские люди, понимаем, и она вообще-то должна, так сказать, по сути своей служить человеку, создавать ему условия для развития. Не для прибыли, не для финансовых пузырей, не для, так сказать, манипуляции людьми как инструментом достижения каких-то личных своих интересов, а именно создания условий человека. Она прежде всего призвана для этого. И вот, как мне кажется, очень важно сегодня, хоть беглый такой срез осуществить того, что на самом деле сегодня происходит, не особо, как бы там, влазя в подробности, потому что люди пытливые, внимательно, они так или иначе это всё видят. И видят это не только там в глобальных, а и видят на, так сказать, толщине своего собственного кошелька и условий жизни. Вот это очень важно, как мне кажется, описать. Вот, и как на это. А уже потом перейдём к рассмотрению того проекта, который мы предлагаем для внедрения, для знакомства, для того, чтобы мы нашли единомышленников, для его освоения, для того, чтобы помочь нашей власти сегодня опомниться и посмотреть в эту сторону. Потому что этот проект решает и её задачи в том числе. А они, как правило, об этом и не догадываются. Ну, вот так мне видится пока. Хорошо. Давай с этого и начнём. Приступай. Хорошо. Вот смотрите, друзья, что на самом деле происходит. Мы живём сегодня в современном мире. Он сегодня стал очень и очень взаимозависимый и тесный. Если, предположим, раньше, в старые времена. Но это опять же я вынужден приводить некоторые цифры. Вот почему раньше было гораздо проще? Ну, во-первых, к примеру, в начале 20 века у нас на Руси каждая губерния выпускала весь набор товаров, который был необходим для этой территории. И они между собой это всё обменивались. То есть налажена была система. Это первое. Когда было местное самоуправление, земство, вот есть такие цифры. Вторая половина 19 века. Население где-то 143 тогда, где-то 145 миллионов человек в той Руси. Второй половины 19 века. Но тогда была и Польша, и Финляндия, и Аляска тогда была в составе России. Ну и плюс Средняя Азия вся. И всё то, что было как Советским Союзом. Вот такая огромная территория. Население было 145 миллионов человек. Всех чиновников вместе с силовиками было всего 123 тысячи. Представляешь существенную разницу? А сегодня этих ребят, которые реально ничего не производят, их десятки миллионов. На порядке больше, чем было. Если раньше без согласования с земством, без реальным пониманием того, что надо. То есть когда было местное народное самоуправление, то этих, ну, сказать, паразитов, халявщиков в таком количестве просто не могло быть. Их никто не мог себе позволить. Этих таких лодырей держать. Их не было на самом деле. Сегодня их расплодилось очень много. Это первый момент. То есть сама ситуация кричит о том, что если такая тенденция будет сохраняться, ну, я не знаю, мы просто сожрём сами себя. Ну вот, к примеру, великий родитель экономики, этот Кудрин, да, который был там признан, ах, каким министром финансов, да, помнишь, своё время. Вот. Он сегодня заявляет о том, что 110 миллионов человек в России, да, они нерентабельны. Ну, представь себе, Лёша, вот у меня лично вызывает это, ну, я не знаю, какой-то, ну, внутренний, я не знаю, как это назвать. Ну, как это так, человек такого уровня заявляет, что 110 миллионов человек в стране, вот, которая исторически сложилась и для чего-то настроила сама себя, эту державу, они нерентабельны. Это светило нашей экономике. Я, например, не могу с этим согласиться, ну, хоть ты как, понимаешь? Или тот же Греф, или кто там ещё из них заявляет о том, что, ну, как минимум 30 миллионов не вписались в рынок сегодняшний. Это, ну, глубочайшая неправда и неуважение людей, которые эту жизнь строят и помогают этим всем толстосумам выживать. Ну, это одна сторона вопроса. Вторая сторона того, что сегодняшний мир, он стал глобальным и во многом он тесно переплетается, взаимосвязан. И вот так называемые родители сегодняшнего мира, начинающего с времён римского права, так называемого, они организовали систему, в которой на сегодняшний день всё меньше и меньше число людей владеют всё большим и большим числом ресурсов и финансов. О денежной системе говорить, ну, просто только ленивый не позволил себе разобраться, что на самом деле происходит. То есть сегодня деньги растут из денег и, по сути дела, небольшая кучка людей сегодня старается забрать все ресурсы под себя и народом управлять только тем, который ему нужен. Все остальные там, пенсионеры, люди каких-то других ненужных им профессий, они вообще им не нужны. Это балласт, от которого они хотят избавиться. Всякого рода изобретением, то болезней, то голодух, то войны, то ещё чего-нибудь. Понимаешь? Это назвать справедливым, ну, никак не получается, даже в страшном сне. Мало того, сегодняшняя экономика, она в большей степени, ну, как считается, она привязана к инвестициям, так называемым. То есть к инвесторам, который вот придёт, нормальный инвестор, и порядок наведёт. А если посмотреть на мотивацию инвестора, то его-то задача только стяжание прибыли. И больше ничего. Всё. И он совершенно не заботится ни о людях, ни об их условиях жизни, ни о том, как им вообще находиться в этом пространстве, то, что мы называем жизнь. Ему главное выжать с них последние соки, добиться прибыли. И это уже вообще никак не связано даже с другими отраслями экономики, даже с другими свойствами человеческой жизни. Вот это всё исчерпало сегодня до такой степени, что уже со всех дырок кричит. Ну, посмотри, все экономисты сегодня так или иначе все говорят об одном и том же. О том, что кризис жанра назрел. Тот же знаменитый Фукуяма, это американский США экономист, он определённо говорит, что он выпустил не так давно книгу, где делает анализ этой ситуации, определённо говорит о том, что в таком процессе, вот эта так называемая буржуазная экономика, она вообще не может продолжаться. Она зашла в тупик. И сегодня со всех сил пытаются скрытые так называемые хозяева финансового бизнеса. Они же привыкли, как решать свои вопросы. Затеяли Первую мировую войну, решили часть своих вопросов. Затеяли Вторую мировую войну, решили часть своих вопросов. Затеяли эту бучу в исламском мире. Тоже как-то там протянули свои эти самые... Мы же люди, когда не позволяем себе вникнуть в это дело, что с чем взаимосвязано, как научиться с этим разбираться. Мы просто терпим, просто терпим. Ну ещё чуть-чуть, ну ещё чуть-чуть. Вот там есть руководители, министры, президенты, там ещё что-то такое. Вот они знают, они должны. А сами не вникаем и просто отдаём на отпуск тем ребятам, у которых ни стыда, ни совести. Я бы сказал, вообще не человеческий строй психики. Вот именно эти и управляют экономикой, к сожалению. А мы не даём себе труда что-то человеческое почувствовать и внедри. Я просто приведу один такой простейший пример, который у нас на Донбассе. Добывает шахта уголь. Ну приблизительно. Стоимостью одной тонны угля не более тысячи гривен. С себестоимостью на шахте добыть его. Пока он в этой так называемой экономике попадает на электростанцию для того, чтобы вырабатывать электроэнергию, он проходит этапы СБУ, президентов, всякого рода посредников, всяких устроителей этих схем и так далее, он становится 3,5 тысячи. Электростанция находится, я бы сказал, допустим, в Донецке, Зугрес, которая находится от шахт, я не знаю, в 3-5 километрах. Понимаешь, движение этих 3-5 километров, даже он не успел поменять свою себестоимость, он вырастает до 3,5 тысяч гривен. Только вот в этой схеме. Понимаешь, они свято верят, что они занимаются экономикой. Вот сам по сути, можно назвать это экономикой? Перевезли на 5 километров, и уголь стал 3,5 тысячи гривен. Это то, что он продается уже электростанцией. Но все вот эти вот клопы, тараканы, эти самые соски сидят и отжимают, отжимают свое. Это все у них называется экономикой. Ну, вот сколько может протянуться такая ситуация? Они свято верят, что все правильно, все хорошо. И вот это вот, ну, я бы сказал, беспардонный такой цинизм, они называют, ну, а ничего личного, бизнес. У нас бизнес, ничего личного. Вот сколько это может протянуться? Да недолго. Недолго осталось, если все будет продолжаться таким же самым образом. И поэтому ситуация сегодня просто катастрофически горет о том, что, ребята, надо что-то делать, надо что-то делать. Здесь, ну, я бы хотел, ну, как бы, хотя бы вот такой небольшой средств тебя как-то убеждает, что надо приходить к каким-то, так сказать, другим решениям, чтобы действительно развивать то, что нас всех, как людей, и выручить, и создаст условия для жизни и развития. Меня давно это все уже убедило. Теперь надо нашим людям, нашим слушателям, человекам и зрителям рассказывать о том, что теперь с этим делать. То, что не все так сахарно и хорошо, это мне, например, давно понятно. Вопрос, что делать, такой исконно русский вопрос, что делать, кто виноват. Про дураков и дороги можем не говорить. Ну, да, да. Ну, понимаешь, к сожалению, мы очень часто останавливаемся на том, чтобы кто виноват, да. Вот, сначала выпустить пар, разрушим до основания, а потом, а потом придут другие, управляя точно так же, да. Вот, пока мы не даем себе права разобраться. Вот, ну, хорошо, давай все-таки перейдем, как бы, к самой сути того проекта, который нам хотелось бы предложить. Вот, ну, давай немножко для начала вернемся вот к плакату номер один, да. Есть? Да. Конец истории, будущее, история. А, да. Вот такая незатейливая схема, которая, ну, на наш взгляд, она в какой-то степени отражает то, что происходит. Вот в 20 веке-то, как бы, сложились две структуры, так называемый капитализм и социализм, да. В капитализме там что? Есть капитал, который создает там какие-то, так сказать, средства производства, вот, и труд рабочий, который дает какой-то результат. И высшим, как бы, достижением капитализма было то, что называется социальное государство, шведский социализм, да. Плюс само наличие социализма в СССР, их тоже буржуиново обязывало, так сказать, брать на себя социальные обязательства перед людьми. Ну, и вот, как бы, высшим таким пилотажем был шведский социализм, как его раньше называли. Вот. Но в итоге социалист был для чего тот капиталистический? Для чего был нужен? Для того, чтобы создать человека, который был без конца потреблять, он без конца, то есть то, что нужен, так называемый, средний класс, который готов тратить деньги. И сам факт потребления, он создает, так называемую, прибыль. Сегодня же, к сожалению, высший, так сказать, пилотаж капитализма подошел к тому, что жирует, мягко говоря, только финансовая система. То есть, ну, есть куча интересного материала в интернете, которые говорят о правде по финансовой системе. Когда деньги делаются из денег, вот, все эти мыльные пузыри, их уже квадриллионы, так сказать, этих долларов гуляют, ничем не обеспеченных. Вот. И вся эта система, которая основана только на долгах, вот, она всех делает, по сути дела, заложниками. То есть, наступает, своего рода, кризис жанра, и он уже взрывается. Ну, так называемый социализм наш. Я ни в коей мере не осуждаю идеи, так сказать, социального государства и того справедливого, которое оформлялось в лучших идеях о коммунизме. Вот. Все дело в людях, которые, так сказать, в конце концов, стали этим процессом управлять. Ну, то есть, при социализме есть номенклатура, есть трудящиеся. И вот этот тандем, вроде бы, как бы строит социальное государство, так называемый развитой социализм. Но, к сожалению, когда начинается подмешиваться, ну, западные, так называемые, либеральные парадигмы, которые демонстрируют нам, что у них там и трусы получше, и машины получше, и какие-то, так сказать, и бананы более яркие там и так далее. Вот. Они создают картинку, когда человек становится просто потребителем. К сожалению, задача человека становится в том, чтобы как можно больше владеть вещами, каким-то статусом через вещи, те же самые. Но человек потребляющий, он, в конце концов, приводит к тому, что он начинает, ну, просто съедать природу, исчерпать природу. Ну, знаешь же, к примеру, что сегодня есть много, так называемых, кладбищ, новых автомобилей, которые никому не дошли, не стали ничьей собственностью. То есть это всё используется природа, понимаешь? Она просто тупо грабится, уничтожается, не возобновляется. Кстати, что было одной из основных задач наших предков — обязательно восстанавливать ту среду обитания, где он живёт. Вот. И вот получается, что совсем недавно экономика, так называемая, базировалась на таких принципах. Есть деньги, создаётся товар, и этот товар опять приносит деньги. И вот эта цепочка, она как бы крутилась, и в итоге какая-то, так сказать, экономика двигалась. А сегодня, в эпоху так называемого постмодерна, оно становится… деньги просто делаются из денег, и больше ничего. Ещё совсем недавно, когда, особенно при Сталине, экономика, которая была просто для всех загадкой, как же так, из чего, на каких основах, на каких принципах, там же была одна из главных особенностей в том, что деньги просто так, для того, чтобы ими там опутывать всё население, ни в коей мере. Всё должно соответствовать определённому, так сказать, запасу прочности. Тех средств производства, которые есть, и золотому запасу, который был принят в международных делах, как стандарт для обеспеченности денег. Вот. Тогда это ещё было. Сегодня это всё уже давно забыли. Значит, деньги делаются из денег. У меня есть знакомый товарищ, который был директором Надра Банка в Донецкой области до всех этих революций. Он, когда въехал во всё это, ему просто стало стыдно работать управляющим банком. Понимаешь, он понимал, какой это лохотрон и до какой степени это делает всё несправедливым. То есть этот плакат, он, по сути дела, нам отражает, что когда главная черта человека – это стяжание материальных благ, удобств, власть, наслаждение, вот этих всех вещей, то рано или поздно всё это приходит к печальному результату, финишу. Ну, к примеру, есть канадские учёные Томпсон и Крэх, которые раскапывали очень многие слоёв исторических и обнаружили много-много так называемых цивилизаций. И пришли к такой закономерности, что как только так называемая цивилизация подходит к уровню большущего развития и только стяжание материальных благ, она тут же начинает разрушаться. Ну, есть куча исследований на крысах, на мышах, когда создавали все условия только для потребления, только для жирования, так сказать, и утехи желудка, то эта цивилизация очень быстро приходила к упадку. Что мы, собственно, сейчас все предпосылки для этого и наблюдаем. Конечно же, так продолжаться даже долго не может. Вот, и поэтому очень важно нам, допустим, перейти к следующему плакату. Переходим. Плакат номер два. Русский путь – азиатский способ производства. Да, да. Ну, чем, собственно, отличается? Я, друзья наших, так сказать, зрителей-слушателей, ещё раз прошу набраться термения. Почему? Потому что нам всегда кажется, это такая скучнятина, такая бе-бе-бе. Ну, что-то оно, ну, не наше. Мы все привыкли считать, что каждый на своём месте, на своей территории знает, что я хочу вот это, вот это, вот это. Всё. Остальное, ну, я там где-то хожу на работу, да, какой-то свой вклад нашёл, остальное есть тот, кто мне должен. Понимаешь, вот это наше убеждённое, что нам кто-то все должны, вот то, что я хочу. А откуда берётся это «хочу»? С чем оно взаимосвязано? Как оно всё взаимодействует со всем остальным миром и людьми, которые рядом и которые дальше, нас это, к сожалению, не волнует. И поэтому находятся те бойкие ребята, которые используют наше незнание в итоге и получаем то, что получаем. Такой всё-таки русский путь, азиатский способ производства. То есть существует четыре фактора, так называемые, которые в экономике, ну, являются базом основные. То есть природные ресурсы, средства производства, сам человек, вот, и те финансы, которые обеспечивают вот этот круговорот вот этих всех вещей. То есть что получается? Вот природные ресурсы, человеческий фактор, они как бы создают товар, товар переводится в деньги, дальше деньги уже куда идут? То ли деньги идут на, опять же, новые деньги, или деньги идут в человека, вкладываются в человека? И вот цель, которую я просто попрошу внимательно высушить, цель, которую мы и предлагаем, и та, что закреплена в проекте Международного славянского института, цель общественного развития — это создание полноты условий для возрождения и воспроизводства народа высокого уровня развития из поколения в поколение. Она, может быть, и длинновато звучит, но если въехать в неё, так сказать, взлюматься, то я не знаю, какая ещё может быть более достойная цель. То есть создание полноты условий для того, чтобы народ длил себя в истории, но не просто народ, а народ творец, народ богоносец, народ, который является сотворцом высших свойств природы. Ведь у природы есть надежда на человека в том, что он будет одухотворять природу. И никто, как русские, отчётливее всего этого не понимает. И это как раз закреплено в наших сущностных чертах русского человека. Вот это очень важная цель. И получается, что когда мы ставим такую цель, вот, то тогда народу есть чем заниматься. Понимаешь, вот он вовлечён в очень судьбоносное, высокое дело, вокруг которого он объединяется. И, по сути дела, любая суть общественного развития, она, вот то, что связано с экономикой, это рациональное использование, вот целенаправленное, рациональное, рачительное, справедливое, очень согласованное с природой использование вот этих всех ресурсов, которые мы перечисляли. Природные, средства производства, человеческого капитала и так далее, и так далее. Но, опять же, всё это имеет возможность строиться из того, что люди, понимая все эти вещи, вырастая до понимания в мудрости своих взаимоотношений с природой, решать, какой путь развития им выбирать, какими методами, какими принципами, на каких основаниях строить, то, что мы и называем народовластью. Я слушал твои несколько передач именно о земствах, об общинном укладе и так далее. Многие вещи, основные, я совершенно разделяю с тобой до тех пор, пока человек не берёт своё исконное, естественное для себя право рачительно строить экономику, которая взаимозависима сегодня со всем человечеством. До тех пор толку не будет, потому что сегодня, к сожалению, пока правят люди без особого, так сказать, опоры на совесть, как один из них говорил. Ну, у нас же в Библии не написано слово «совесть», значит, её не существует, нету. Чего вы тут мне сказки про какую-то совесть рассказываете? И в итоге, получается, при таком, так сказать, изменении сути и целей, и экономики, главной чертой человека становится то, что называется стяжание гармонии, счастья с окружающим миром, с людьми, с природой, сотворчества, развития в себе в самых высочайших случаях. Ну, я не думаю, какой может быть вообще безбашенный, ну, спорить с такими целями. Ну, уровень, конечно, у людей разный, кому-то и хочется только, так сказать, обслуживать свой желудок, а кто-то уже себя исчерпал на этом. Вот я помню, у меня было много знакомых, которые в конце 80-х, в начале 90-х, когда начали вот эти кооперативы при Горбачеве, помнишь же было, потом так называемый капиталист к нам пришел, очень многие ребята интересные, талантливые, кинулись зарабатывать деньги. Очень быстро подняли там миллионы сначала в рублях, потом в долларах, и что? Скучно стало, им это неинтересно, понимаешь, вообще неинтересно. И в итоге, как бы потеряли какой-то смысл. Вот, и поэтому переходим к следующему плакату. Плакат номер три. «Русский мир. Имперская сущность русского народа». Да, да. Ну вот, когда мы говорим о русском мире, ты, кстати, в своих передачах очень часто так это вежливо, очень тактично людям напоминаешь. Ребята, давайте тут по 282-ю статью не попадать. Это очень широкое понятие на самом-то деле. «Русский мир» — это не только говорит о том, что тот, кто является по национальности русский, и все. Нет. Во-первых, это люди, живущие в пространстве русского мира. Почему я как бы так стараюсь говорить, если хоть беглый взгляд кинуть на историю, то понятно, что, и как отмечает сама история, что всех самых знаковых открытий, самых знаковых, так сказать, и мощных изобретений в человечестве в целом, это всё славянская продукция, если так сказать. Это всё сделался славянский мир. Вот. А русский мир, как бы, он является сегодня, ну, таким цементирующим свойством вот этого славянского мира. Но когда люди живут на территории вот этого мирообразующего народа, которым является русский человек, ведь ты очень часто, Лёша, говоришь о значении русского языка. Ведь даже жить в пространстве русского языка, жить в генетике русского языка, это очень многого стоит. Это формирует мировоззрение, и многие вещи совершенно по-другому начинают смотреть. Вот. И получается, что те люди, которые так или иначе находятся на этой территории, они начинают со временем, ну, как бы, чувствовать, осваивать, понимать и резонировать с этими свойствами русского мира. И в нашей истории очень много людей, которые не русские по национальности, ну, здесь на плакате есть, ну, хотя бы тот же Багратион, в той русско-французской войне, тот же Иосиф Сталин, тот же Менделеев, Кутузов, Пушкин, Левитан, те же Панфиловцы, те же герои Брестской крепости. Это все люди, которые, вроде бы, по национальности не русские, но они, так сказать, в составе русского мира, на фундаменте вот этих глубоких свойств русского мира, они стали, ну, ну, я бы сказал, непроходящей ценностью вообще русского мира. Это очень существенно и очень важно. То есть это говорит о том, что мы в состоянии объединяться на принципы, которые выработаны в миллионолетней истории именно русских людей. То, что разные исторические эпохи давали ему разные названия, но, как бы, длительность народа, она берет начало свое с дальних-сдальних времен. Поэтому вот сущностные черты русского человека, хотелось бы отметить, они очень и очень важны. Ну, это прежде всего равенство людей, трудолюбие, духовное развитие, когда духовное выше материально, справедливость и благородство, когда справедливость выше законы, добротолюбие и правдолюбие, совесть, веротерпимость, милосердие, сострадание и очень огромная способность к эффективному, именно коллективному взаимодействию, когда общее, высшее, частное, нестяжание материальных благ, то есть независимость от того, что вся ценность жизни, только от того, чтобы насыщать свой желудок и таскать это всё на унитаз. И это у нас считалось как одно из природных человеческих достоинств, то есть искать возможности развития не в отождествии не с материальным, а с духовным. Самодостаточность, которая оформлялась и в народной экономике и способности таких форм уклада хозяйственного, который бы давал стабильность, давал устойчивость. К примеру, в самые дальние-дальние времена, когда Дарья почила в потопе, когда русский мир стал расселяться по всей территории Земли, и было очень много периодов, когда наши предки приходили в отдельные страны, ну, к примеру, было два похода в Дровидию, которые Индия тогда называлась. И они давали уклад жизни, давали освоение земледелия, скотоводства, давали устройство общества и так далее. И это всё приводило к резкому скачку развития этих народов. Они понимали, что надо научить всех, так сказать, достойным ремёслам и способам жизни, и в итоге всё человечество выживало и так далее. Вот способность русских людей к объединению огромных пространств, территорий и дать им возможность вот эти вот уклады, которые быстро как бы всё объединяет и подымает, это отличает русского человека и русский мир в целом. Ну и плюс неприхотливости человека и прежде всего аномальная талантливость. Вот эти все вещи на самом деле, в общем-то, никто и не может отрицать. Это всё то, что было, есть и будет. Вот и по сути дела задача как бы то, что присуще русскому миру, вот эти все черты сущностные, которые я перечислил, предложить сегодня людям как то, что нас объединит, то, что нам поможет всем объединиться вокруг этих ценностей, вокруг этих целей, задач. А я уже говорил, цель, которую мы ставим, это создание полноты условий для того, чтобы человек длил себя в истории и был высокого уровня развития. Чем недостойная цель? В самом широком смысле слова. Вот таким образом видится в этом контексте. Теперь давай переходим к следующему плакату. «Народ хозяин своей судьбы, механизмы народовластия». Ну вот здесь я немножко должен бы пояснить, вот это уже система, которая была отработана Назаровым в Сибири. Начинал он в Ханты-Мансийском национальном округе в 1994 году, когда с доброй воли губернатора прежнего этот проект занимал области Курганскую, Челябинскую, Свердловскую, Ханты-Мансийский национальный округ, Тюменской области, ну и так далее. То есть я бы сказал так, на тот момент основателям Назарову в том числе повезло встретиться с этими людьми, которые дали добро, если так можно выразиться. И он до такой степени стал развиваться, что прибыли, которые они в конце концов получали, они были просто огромными. То есть до миллиарда долларов в год. Представь себе, 174 предприятия включались в этот проект, и они достигали вот такой прибыли. Я чуть дальше буду рассказывать уже о тех реальных достижениях, которые были там осуществлены. То есть с чего начинается проект? Вот внизу, где бизнес-планы, использование каждого из ресурсов, такой заголовочек, и внизу написана территория. Есть любая территория. И этот же проект начинается с самого низа. То есть мы всегда имеем возможность прозреть, что на настоящий момент у нас есть. Все начинается с малой территории. Ну там город, район, деревня и так далее. Вот у нас что есть? Есть луга, пашни, какие-то ресурсы, вода, земли, которые плодоносные, неплодоносные. Есть какие-то природные ресурсы, уголь, нефть, торф, или еще что-то такое. То есть мы это все обсчитываем. На этой территории находятся, допустим, институты, заводы, которые имеют определенные достижения, технологии наработанные, уровень развития этих технологий, людей и так далее. И есть конкретные люди, которые состоят из специалистов, из просто количества населения, из тех, которые пенсионеры, дети, инвалиды и так далее. Это вот все человеческий ресурс, который находится на этой территории. И исходя из этого прозрения, то есть обсчета вот этих всех моментов, вызревает, что цель, помнишь, какая наша? Развитие человека высокого уровня. Ну, к примеру, в вопросах воспитания. Что мы должны сделать, для того, чтобы получить такого человека? То есть построить определенные центры, уклады создать. Ну, допустим, в Японии детские сады больше семи человек в группу не набираются, потому что просто воспитатель не успевает ему дать ни внимания, ни проследить за тем, как он реагирует, воспринимает, как он переживает свой опыт, как ему помочь что-то осознать и так далее. Когда их 35 человек в группе, задача какая? Одеть, раздеть, посадить на горшок, накормить, и больше ни на что не хватает. То есть понимаешь, как задача стоит, если в нее вникать? То есть, исходя из этого, значит, нам надо построить центры. То есть возникает определенный бизнес-план. Сегодня это вообще не проблема. Залазишь в интернет, вот есть ресурс, допустим, вода такая-то, как ее более рационально использовать? Тут же выдается бизнес-план, конкретная технология под это дело, как это все использовать. Там, допустим, песок, гравий, там, песчаник, там, или уголь и так далее. Все это сегодня очень... И на этой территории обсчитываются вот эти бизнес-планы, которые используют конкретные людей, обстоятельства, которые здесь есть, вот о чем я только что перечислял, и задачи, которые перед нами стоят. И вот чуть выше, получается, вызревает у нас сразу несколько вариантов этих бизнес-планов. Они все отличаются друг от друга фондоемкостью, скоростью отдачи, какой-то трудозанятостью, ну и так далее, там, налоговой нагрузкой и прочее, прочее, да? Вот это все. И уже сам народ через свои парламенты или через земство решает, ну, допустим, выбираем пятый вариант и говорим, мы его пятый вариант, выбранный бизнес-план, утверждается парламентом. И это становится уже законом, понимаешь? Вот это уже закон. То есть закон получает целевое развитие как программа развития. И дальше задача идет в чем? Что формировать единый территориально-хозяйственный комплекс с учетом всех уже существующих бизнесов, которые есть на этой территории. Никто никого кошмарить там матросами, забирать собственность не собирается, понимаешь? То есть у нас есть серьезная задача. Есть предприятия, которые вот на этой территории существуют. Есть ресурсы, есть конкретные технологии и бизнес-планы, с помощью которых развивать эту территорию, чтобы добиваться вот той большущей цели. И дальше мы переходим к следующему плакату. Инструмент исполнения программы развития. Да, да, да. И вот здесь начинается самое интересное. О чем, по сути дела, никто пока не давал себе воли осуществить этот вариант. Вот здесь я очень прошу быть внимательными. Ведь что получается? Я должен привести примеры. Вот опять же, эта программа, которую я искренне стараюсь донести, она основана прежде всего на передовом опыте как мировой экономики, так и нашей русской. Такие ученые, как Шарапов, Нич Володов. К примеру, японское чудо, которое после войны буквально за одно поколение она поднялась на уровень чуть ли не второй державы в мире по экономическому развитию. Он построен на чем? На том, что приехал наш Василий Васильевич Леонтьев, советский госплановец, который еще при Сталине начинал до войны. Он туда приехал и структурировал там экономику, дал эти все уклады, каким образом строить. То есть так называемое планирование, когда государство ставит определенные задачи в разных этих направлениях и четко следит за том, чтобы они осуществлялись. Не просто ваханалия всех собственников, каждый на свой страх и риск, стяжая свою прибыль, и ни с чем это никак не сочетается. И сегодня, когда, ну вот буквально ходит по интернету, там одна фраза японского знаменитого экономиста, который был тоже, так сказать, причастен к этому экономическому чуду, он удивляется насчет нас русских. Говорит, вы что, совсем что ли забыли, откуда вы родом? Мы, говорит, на вас во времена Сталина молились. Мы все ваши лекалы взяли и по ним построили свою экономику. То же самое было и с Китаем, который в 89-м году, в 79-м, по-моему, буквально стоял на пороге нищеты. А ну-ка, миллиардное население. Они за три года структурировали экономику вот этим принципам. Они быстренько подняли, и тогда уже этот самый, нас завалили тушенкой, великая китайская стена. Был такой прецедент. То есть я намеренно объясняю, что это не просто, так сказать, притянуты за уши, а это всё основано на том, что особым образом создаётся система, и руководство, дирижирование этой системы берёт на себя государство. Не просто частные риски и маленькое видение отдельных людей, а именно целостная экономика, которая осуществляет, во-первых, цели и задачи, которые поставлены, и, во-вторых, она под эти цели структурирует экономику. Вот кто должен выполнять эту задачу? Вот здесь вот самый интересный момент наступает. Вот каким образом инструментарием, каким исполнять вот эту программу, эту развитию? То есть здесь возникает потребность в этом самом дирижёре, который будет осуществлять вот эти все вещи. То есть здесь создаётся государственная корпорация развития, как, так сказать, на государственном уровне, так и на отдельных территориях, на районных уровнях. Вот. Она как раз и начинает заниматься тем, что вот тут внизу у нас есть там овалами, кружочками нарисованы, которые есть, есть частные предприятия, есть предприятия, которые там с определённым участием капитала, есть предприятия, которые создаёт корпорация. В чём задача корпорации? Ну вот допустим, вот есть сегодня фермер, да, у него есть там определённая территория земли. Вот как у нас на сегодня происходит? У фермера человек, который просто знает землю, который имеет навыки, о чём ты сегодня говорил в этой последней передаче, когда говорил о варнах, да, о развитии отдельных, так сказать, свойств человека. Вот. То есть для фермера, который знает землю, привык растить там, урожай там, заниматься скотом и так далее, да, вот у него есть инструментарий, который он наработал. Он специалист в этом делал. Но сегодняшняя ситуация, она его загоняет в угол, каким образом? Она его заставляет идти в банк, где на бог знает скольких листах, метку почерка, написан договор о, как бы, о деньгах, которые он якобы должен взять в долг у этого банка, чтобы развивать своё хозяйство, да. Он там далеко не всё соображает в этой терминологии, далеко не всё успевает дочитать, потому что его задача — получить деньги. В итоге он становится рабом. Потом его гоняет, гоняет какие-то, так сказать, обстоятельства, где у кого он обязан там взять технику на прокат и так далее. То есть в лизинг какую-то технику набирать. Потом ему надо ещё заниматься переработкой своего, так сказать, продукта. Потом ему надо куда-то это сбывать там и так далее. Ну, опять я приведу пример, как сегодняшний рынок работает. И для вас это что же не секрет? Вот у нас свои ребята, да, вырастили прекрасные арбузы. Вот казалось бы, здесь, в Донбассе, не особо-то земля у нас, но вырастили хорошие арбузы. Это вот было в прошлом году. На рынке они начинались там где-то с 15-14, ну, где-то дошли до 12 рублей за килограмм. Ну, потому что у нас уже сейчас рублевая зона. Дошли до этой стоимости. На базар, для того, чтобы её отнести, да, есть эти так называемые хватки-перекупщики. Они у них берут всего-навсего по 4 рубля, а себестоимость чуть выше, понимаешь? И получается, его просто туда не пустят на рынок, потому что эта система работает, они же там знают, как кому, на какие места наступить, чтобы не дать ему жить. Вот. И вот головная боль у такого фермера, а как мне пристроить свою продукцию? Ему предлагают невыгодные условия. Других нету, понимаешь? Так вот, корпорация развития, она как раз и занята тем, что создаёт все недостающие цепочки. Она создаёт справедливые условия для фермера, вот, заключая с ним договор. И создаёт недостающие предприятия, которые эту товарную массу созданы на разных предприятиях, она их осуществляет первичную переработку, хранение, придание всех товарных форм, вот эта перевозка при стране и так далее, и так далее, и доводит это всё до конечной оптовой розничной торговли. И только после этого создаётся прибыль. Есть такая ситуация, которая ещё называется отложенные платежи. И это в 1041-й статье Гражданского кодекса России, это тоже зафиксировано как такая возможность. Чем, к сожалению, отличается наша сегодняшняя экономика? Что на каждом этапе производства, до того, как его продали. Все, так сказать, повязаны налогообложения на каждом этапе. В западном развитом мире такого нет. Налогом облагается только крайний результат, когда эта продукция реализовалась. И только оттуда начисляются налоги. У нас же всё же наоборот. То есть все находятся в невыгодных обстоятельствах, в невыгодных условиях. Вот как я говорил про этого фермера, да? Представляешь, какой головняк у него с утра до ночи? А корпорация развития, она прежде всего является не коммерческой, не прибыльной организацией. Она только нацелена на то, чтобы создавать условия для всего бизнеса. Именно так, и никак по-другому. Она является дирижёром, который играет вот эту вот общую музыку. Создаёт для всех условия. Может, потом создала вот эту всю цепочку, так сказать, и передала это, если это новое созданное предприятие, которого не хватало для всех, так сказать. Она может передать частнику. Или, допустим, все частники, которые сегодня существуют на этой территории, пожалуйста, входите в наши, так сказать, цели и задачи. Мы вам точно так же будем создавать условия все. То есть для всех становится выгодно. А теперь я, собственно, перехожу к тому, как это было осуществлено в Сибири и какой был результат. Ну, к примеру, они прежде всего, ну, у каждой, так сказать, администрации на местах есть так называемая государственная собственность, коммунальная собственность или ещё какая-то. Ну, то, что имеет государственный статус, не частный. Вот они для начала взяли на баланс вот эту всю угробленную, убитую, что называется, собственность. И потом стали давать задания своим в этой корпорации. В самой корпорации, когда она развилась, там где-то до 200 человек работало, не больше. Остальные там несколько десятков тысяч людей в итоге было, так сказать, работало на эту корпорацию. То есть людей было достаточно много потом. Вот эти вот инженеры в самой корпорации, они выбирали все технологии для переработки этих ресурсов. Есть... Сейчас же у нас у всех такая, знаешь, убеждённость, что без инвестиций ничего нельзя. Это уже, как, знаешь, такой мантрой стало. Вот придёт инвестор, и только так это возможно. Мы сейчас стоим, кланяемся этому Западу для того, чтобы вот он нам приехал и начал давать какие-то инвестиции. А там то санкции, то ещё кто-то там решил не давать нам, то ещё какие-то, так сказать... Ведь та конституция и те законы, которые американцы писали в 91-м году для России, понимаешь, она же прежде всего создаёт криминальные условия для руководителей предприятий. Денег на оборотные средства, когда кредиты по 30% там и так далее, и так далее, их нету, понимаешь, вынуждены все сворачивать производство. Вот это вообще кошмар. Есть такая штука, ну и просто несколько моментов назову, как фондирование называется. То есть когда мы, так сказать, все основные средства, которые есть на предприятии, мы закладываем в них, ну они оцениваются. То есть мы в свою роду, как бы, ну я бы сказал так, залоговый пакет создаём. То есть это то, что уже позволяет нам оперировать стоимостью этих без инвестиций внешних, понимаешь. Плюс то, о чём я говорил, и плюс внутренняя эмиссия. Ну кто хочет разобраться по предмете, я просто не хочу утомлять этой бухгалтерской терминологией, но это очень легко разобраться. То есть вот эта вся система позволяет без внешних денег начинать шевелить и оживлять эту экономику, убитую экономику. В итоге, как только этот район, территория становится самодостаточным, но есть такое понятие, что как только любая территория на хотя бы на 70% она самодостаточна, то есть по группе товаров, связанных с жизнедеятельностью человеком, когда там питание, там всякие средства, которые сопутствуют в жизни человека, если оно само себя обеспечивает, то это становится, ну как бы, вечный заёмщик, который самодостаточный и устойчивый. Есть такое понятие в экономике. И сразу же на эту территорию приходят инвесторы, которым очень важно припарковать свои деньги. Деньги хвалом, но все они, так сказать, дохлые лежат и так далее. Вот, к примеру, приведу пример. Когда китайцы узнали, что у нас в Новороссии пытается осуществиться вот этот вот проект, они пришли, прислали свои представители и говорят, только для организации этой системы, создания этих, так сказать, корпораций, написания законов и т.д. и т.д. мы вам отдаём 56 миллионов долларов. Представляешь, для Новороссии это просто сумасшедшие деньги, особенно на тот этап. Ну не пошли наши, потому что там, как говорят, кремлёвских башен много, и родители там тоже разные сидят. Ну, то есть на тот момент не дали. То есть люди понимают, о чём идёт речь. Вот, то есть без инвестиций это всё можно делать. Без бюджетных денег это всё можно осуществлять. Ну, подробности можно, так сказать, то ли в частной беседе, то ли отдельную, так сказать, передачу для этого организовать. Это всё можно обсудить. И дальше что произошло? Я уже привожу конкретные примеры. Вот был там, они взяли, в Сибири взяли лесхоз, так называемый, да, который занимался там вырубкой леса. И больше ничем. Производительность от вырубки леса, это, ну, в лучшем случае, так сказать, это 20% потенциала, не больше. Вообще уровень использования полезных ископаемых, человеческого фактора и средств производства у нас, ну, не больше КПД паровоза. Ты помнишь, сколько КПД паровоза? Процентов 20, что ли? Нет, 7%. Да, ещё меньше. Да, ещё меньше. Вот. Такой уровень использования практически везде. Те же, так сказать, олигархи, там, Роснефть и прочие, Газпромы и так далее, они верхние пласты выбирают, а остальное, мол, слишком дорого, не хотим, ну его. Вот. То же самое у нас на угольных предприятиях здесь. Так вот, допустим, взяли они этот лесхоз. Вот просто, просто пилить и продавать строевой лес, это максимум использования, это 20%. Вот. Но они взяли технологии, привезли их сюда, взяли оборудование. Вот представь себе, в то время, это 20 лет назад было, зарплата 7 тысяч рублей, даже там, это считалось ещё более-менее, знаешь, такая приличная. по тем временам. Они обучают молодых ребят, сажают их на, вот эти американские, канадские, так сказать, вот эти лесопереработчики, где он сидит в белой рубашке, на джойстиках это всё, так сказать, регулирует, работает в чистых условиях и так далее. Они стали уже тогда получать по 70 тысяч рублей. Сразу же, понимаешь? Очень важный момент. Всю прибыль, которую они создавали, они, кроме, так сказать, налогового и всего остального, они пускали на, прежде всего, вот я был в Ханты-Мансийске где-то 45 лет назад, в стройотряде там работал. Это была огромная деревня, в которой там один пятиэтажный дом, по-моему, был. И больше ничего. Сегодня это город мирового уровня. Вот, допустим, первый, когда Медведев стал президентом в восьмом году, да, первую встречу, ну, как он там, как он, совет по поводу какого-то там развития направления, он провёл именно в Ханты-Мансийске. Вот эта корпорация развития, там, она построила биатлонный стадион, в котором регулярно проводят чемпионаты мира, построила культурный центр, в котором есть картинная галерея, где собираются лучшие произведения, так сказать, и русских живописцев, и западных, они по всему миру их находили, скупали и везли сюда. Библиотека, спортзалы, центры, так сказать, культуры и так далее, это всё они строили и отдавали просто городу, этим территориям. Вот, к примеру, они построили огромнейшую птицефабрику, которая давала по 5 миллионов яиц, я только забыл, то ли в месяц, то ли что-то такое, то ли в день. Специально разработали рефрижераторы, которые возят яйца по всей России, они были первыми производителями яиц в тот момент. Строили для своих специалистов бесплатное жильё, обучали их до развития профессионализма, и всё это делалось бесплатно. Мало того, они на греческом острове Родос взяли в аренду северную часть этого острова, и там создали детский центр, где семья с ребёнком имела право приехать туда, и себестоимость была гораздо ниже, чем у всех греческих местных этих центров отдыха. они там оздоравливали и детей, и их семьи. Понимаешь, всё было посвящено тому, чтобы развивать эту территорию для вот этих задач, для человека. В интернете существует набор этих всех предприятий, они все до сих пор работают. Правда, конечно, саму систему там разрушили. Почему? Потому что те же самые олигархи, когда почували, что это конкурент, которому нету равных, вот они быстренько решили это дело прикрой. То есть приехали туда, сняли губернатора, приехали, начали оптимизировать, ну то есть всё передали в частные руки, а вот это общее взаимодействие, общая, так сказать, музыка, она, конечно, перестала тогда работать. Но дело не в том, что это всё опробовано и в том, что это всё работает. Я когда рассказываю людям, они все, ну как бы у всех какой-то постоянный негатив сегодня присутствует. Неверие, апатия, какая-то депрессивная ситуация внутренняя, ни о что не верю, ничего не хочу и так далее, и так далее. Это всё опробовано, всё работает. Во всех, так сказать, в том же Сингапуре, за этим же Назаровым, про которого я говорил, сегодня бегают немцы, которые говорят, давай, давай мы здесь это всё толканём, давай попробуем. За ним бегают из Аляски, он же ещё является консультантом из Шоссе, Брикс, и профессором нескольких американских университетов. То есть все понимают ценности этого проекта, но он русский, понимаешь, он русский человек, он хочет дать это здесь, на нашей территории, здесь дать возможность задышать русскому человеку, вот, достойно и именно осуществлением всех условий, которые бы помогли человеку развиваться. Вот таким очень коротким способом я вот рассказал об этой программе. Вот, ну, если у тебя есть вопросы, давай, пожалуйста, их обсудим. Ну, на самом деле на вопрос, наверное, у нас уже времени нет, потому что час передачи уже прошла. Я думаю, что надо будет нам сделать еще одну передачу, которой поговорить по этой теме и развернуть эту тему для того, чтобы более подробно понять, как на практике это можно применять, как на практике можно добиваться результатов, что для этого нужно, кто для этого нужен, учитывая те реалии, в которых мы сейчас находимся. Хорошо. Вот смотри, Леш, я тогда советую как бы привлечь еще к этой нашей беседе и самого профессора Назарова. То есть я постараюсь с ним договориться о времени, когда он, потому что у него своего скайпа дома нет, то есть у меня там через друзей придется его где-то привязать к определенному месту, чтобы ты в этот момент был желательно свободным и мы уже, так сказать, никто, как он, на все тонкости, все подробности более, так сказать, точно не ответит. И это будет, я думаю, большое подспорье в этом разговоре. Ты как, не против? Я всегда за. Теперь давай попрощаемся с нашими радиослушателями и зрителями Народного славянского радио. Что-то в заключении доброе, вечное, хорошее скажем? Хорошее то, что, друзья, мы все, в общем-то, человеки, мы призваны в этот мир научиться быть, так сказать, соотворцами самых высоких свойств природы. Мы призваны для того, чтобы быть счастливыми, а не терпевыми. И у нас для этого есть все возможности. Нужна только добрая воля и желание это делать, делать, потому что будущее это развитие того, чем мы занимаемся прямо сейчас. Если мы сейчас сидим и скулим и плачем, то мы именно тренируем эту привычку скулить и плакать. И она же становится частью нашей жизни. Все очень просто на самом деле. Я призываю вас от всего сердца проникнуться, ехать во все это. Более развернутое представление этой программы есть на наших ресурсах ВКонтакте в Одноклассниках есть такая группа территориальная община города Краснодона. Там это все последовательно изложено. Есть Возрождение Луганщины тоже такая группа там же. Она как раз выкладывает все материалы, которые идут от первого источника. И все это есть возможность познакомиться. И я абсолютно уверен, друзья, что только объединившись, проснувшись, мы действительно сможем что-то огромное, достойное человека построить. И у нас это в крови. Просто надо вспомнить, проснуться. Вот и все. Я искренне рад и благодарю всех за внимание. Вот. Ну, не мог не поделиться со всем этим. Всего вам доброго. До следующих встреч. Ну что ж, благодарю тебя за то, что ты это все нам рассказал. Благодарю тебе, что был с нами и достаточно большое время потратил на то, чтобы донести то, чем владеешь. Призываю наших радиослушателей и зрителей поучаствовать в создании следующих передач, написать какие-то свои вопросы по этой тематике. Может быть, поделиться какими-то своими наблюдениями, задать конкретные вопросы. Вот у нас вот так, вот так. Исходя из вашей схемы следует вот то-то, вот то-то. Правильно ли мы понимаем? Или как применить ее на месте? Как нам сделать это, это, это? Из такого общения получится новая передача, которая поможет нам не просто разговаривать, а поможет уже становиться хозяевами на своей земле и делать, наконец, то, о чем так долго мы все говорим. На всем я с вами прощаюсь. Напоминаю, сегодня мы разговаривали с Александром Соколовым, это представитель территориальных общин Луганщины, и говорили мы о справедливой народной экономике. С вами был Народное Славянское радио, Алексей Орлов, Александр Соколов. Сегодня у нас такое птичье, такой взлет, взлет у нас сегодня идет, Орлов и Соколов. Желаю всем добра, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго. И лети ты на крылатом коне, русско-легкие тысячелетия. Русс!